ума гена тимиранде сия генунжина слышал а Jarkaronesh Ru'n. Mere Thâmjana, Mere Th diarrhéeme, Váеныha Báhty',нê, Práma absorbed wasli Sociof 고 centre. Mere Thâmjana Báhadte, Rájjana, Maha deathwell,íamos. Субтитры делал DimaTorzok курки и джа уничтожила джиганат хадас бабы же махарашки и джай серу пану и гуру варга ки джай нам а чаря шива хридас такур ки джай нанткоти вайшнау ринды ки джай сичтане сарас ватмах а чаря в ринды ки джай джай шипатви джай раман праву ки джай я вам вишнапатви шваринем шива чебахтидан с вами пропадки и джай джай шигур парампара ки джай саприкарши шигур гуран гаган хоро герит харизики джай шигираж гвардхан ки джай сенри симпатия прохват махараш ки джай си мать туси махарани в ринды дэви ки джай бахты в ринды ки джай нитай гору приманан дэхари и богу арик лишь и дорогие преданные доброе утро рады всех видеть на утренней программе продолжим изучать шаранагати читаем переводы баджин лавас устремление к божественному служению 5 6 стихи мы сегодня 5 6 баджин мы сегодня пели о господь я буду мысленно выражать почтение читать своим братом каждого кто избегает дурного общения воспевает твое святое имя независимо от того получил он духовное посвящение или нет я склонюсь поклоне перед преданным который получил духовное посвящение и поклоняется твоим отыскам стопам я буду служить у господь всякому кто твердо стоит на пути чистого преданного служения тебе и кишина давать имах я сочту за великую удачу просто увидеть преданного который развил в себе равновидение всех живых существ обретя его общество я добьюсь успеха в жизни когда же мой ум станет простым и смиренным избавиться от оскорблений ваш наук когда же я пересеку океан мирского существования и достигну твоей обители в радже иногда на поверхности ганге можно заметить ил и пену такова природа речной воды несмотря на грязь вода ганге всегда сохраняет свою трансцендентную природу точно так же можно найти недостатки в теле ваишнава но чтобы там не было тело ваишнава всегда духовное его никогда нельзя считать материальным тот то указывает на недостатки в теле ваишнава навлекает на себя смертельную опасность безбожия за такое оскорбление падшая душа вынуждена снова и снова терпеть мучительное наказание ямараджа повелителя смерти у юный сын анда я молю о том чтобы не погибнуть совершив подобное оскорбление ваишнав принадлежит тебе и он твоя слава пусть же он явит мне свою милость тогда мой жизненный путь приведет меня к тебе и я обрету прибежище под сенью твоих лотосных стоп должны быть мы всегда осторожны и не пытаться оценивать ваишнава по внешним видам а каким-то внешним признакам потому что ваишнав это ваишнав он преданный господа и если мы по своему недоразумению невежеству совершим оскорбление ваишнава то мы вынуждены очень надолго застрять в мире перерождений продолжим читать шиши пропанаджи ванамритом я еще в бахте ракшах шторды в госвай махарашки джай нитар бессмерти предавшийся души мы читаем сейчас раздел смирения пред богом прошу то массива ракхинова бактаси ниджи надо джаком air гита неверданан преданы мечтающий о служении всевышним у скоростка ним признается в отсутствие необходимых качеств преданным мечтающие о служении всевышнего с раскаянием признается вас у для отсутствия в отсутствие необходимых качеств это мире все доказывают что обладает какими-то качествами и способностями но при этом и просто раскаивается то что нету качеством понимает что никаких качеств для служения нету мотарион оси папа тма на парадхе чак кашчана пари-хари пива джа джа веке мбруве порушат там а на свете нет другого такого грешника и преступника как я во мне собрано все что есть грязного и дурного о господь мне стыдно даже обратиться к тебе с мольбой прости мои грехи что еще мне сказать мангала моя бога ванном области папина матмат хикара грешники клянут себя когда им открывает и господа нам абхаса грешники клянуть себя как махаса клача хам китова папу брамагна мира под тропах а клача на районите это бога ванна мама мангала что я такое бесстыдный лжец грешник погубивший себе браманские добродетели как низок и как высоко воплощение всего благого святое имя господа на района аджамила мы знаем эту историю да что когда аджамила он по рождению браманом встретившись соприкоснувшись с исполнением материального вожделения в этом материальном мире он привлекся и упал таким образом сначала в уме а потом и на самом деле он связал свою жизнь с проституткой и всю свою жизнь он занимался непотребными делами и в конце жизни в конце жизни он должен был отправиться в ад и умирая он при увидел как него пришли не модуль и посланники смерти и он в это время испугался очень исполнил своего сына осы назвали на районе и начал звать на района на района и тогда пришли пришли посланники господа вишну и защитили джамилу и боговат креподая брама банку нам дарит для пиапи на банка на к господь столь милости что принимает даже падшего брама на пахом дарит рапа пиан к вакришна шриники то на рама банды руетесь маха баху бьям пари рамбита я худший из грешников само ничтожное существо кто я сравнение с крышный прибежищем богини процветания узнал что я недостойный сын брама на все же огня у меня воистину та самая поразительная щи судама я худший из грешников само ничтожное существо кто сравнение я с крышный прибежищем богини процветания узнал что недостойный сын брама на все же огня у меня воистину та самая поразительная щи судама но эта история у кришна был друг был из бедной семьи вот не фар практически ничего не было но в детстве они дружили вместе и когда кришна он уехал в два року этот брама с дамом живу со своей женой и у них ничего не было и жена в какой-то момент времени она сказала у тебя же такой серьезный друг он настолько богат и даже сам кришна пойди к нему попроси у него чего-нибудь и брама сначала не хотел идти но потом жена все-таки уговорила его много это нужно что-то принести ему это подношение сделать и она собрала какие-то там немножко риса какого-то завезла завязала узелок и брама взял этот был конечно неудобно но он понимал что нужно хоть что-то при преподнести кришне и когда он пришел во дворец господу и господь увидел услышал о том что пришел его друг судама сразу же позвал его обнял его и спросила что что-то сначала они просто внимаясь на и брама стеснялся ему преподнести этот подарок но потом кришна сказала что-то мне там принес из брама со стеснением он преподнес этот рис и кришна начал с великим удовольствием все это кушать и даже рук мини двери она очень уделась этому поступку кришна и она сказала господь что ты кушаешь это же не подобает тебе но господь сказал это самое вкусное что может быть это то что послал мне мой друг и вот брама судам он считает себя недостойным это показывает свое смирение но удивляется что сам господь кришна он принял и впоследствии когда он вернулся домой у него было новый дом богатство жена была в украшениях и все все материальные желания жены исполнились вида от хора ты харисом банки паша водить дома прадхана даже творец вселенной брама молит о том чтобы родиться зверем или птицей если таком теле он сможет лучше служить господом тата стуме над хаса бурим хагу в авиа траве я тратова кереща я на хама копии палат джанана путва не шевитова пада пава вам господь брама говорит это шлоку и всего бахтина такур написал бенгальское стихотворение и брама джанми его они окон оба пашу пах шиха и джан это морали правее и матраша того бахта гана санге агитова пада сева карина на ранге и в этой жизни брамы и в жизни зверем птицей в любой судьбе грядущей я вижу твою милость лишь одного желая быть там где твои бахты и как твой приближенный служить твоим стопам она не шара не шуме геша пи боговат крипа господь милостив даже к животным нашедшим в нем единственное прибежище ким чат рама чута тава и тата шеша банку да сешу она не шара не шуя татма сатла о господь кришна друг всех живущих когда ты пришел на землю в облике господа рамы брама и все великие боги склонялись склонялись твоим возрастом стопам касаясь их венцами величественных корон ты же благоволю обезьянам поэтому я не удивляюсь виде как ты послушно исполняешь волю махараджинанды гопи бали и всех тех кто тебе беззаветно предан щиудова господь кришна друг всех живущих когда ты пришел на землю в облике господа рамы брама и все великие боги склонялись твоим лотосом стопам касаясь их венцами величественных корон ты же благоволю обезьянам поэтому я удивляюсь виде как ты послушно исполняешь волю махараджинанды гопи бали и всех тех кто беззавет тебе беззаветно предан боговат крипо палабдха махатмиасиатат каинкарья пратханапи аутхаттяватэва пратхияте когда по милости господа преданное достигает постигает его величия он считает дерзостью просить господа даже о том чтобы стать его слугой когда по милости господа преданное постигает его величие он считает дерзостью просить господа даже о том чтобы стать его слугой и кашу чиман листана мир даяма мало джаджам парамапуруша йохам йоги варья гра рагья неги вид хиши висанака даир ятума кянта дурам тавапариджанабхавам камае камавритаха позор мне оскверненному грехом дерзкому бесстыдному и жестокосердному о всевышний господь только из своелюбие смею я помош przez они том чтобы стать твоим слугой ведь об этом ними не дерзают мечтать ни брама не шива ни 4 кумара ни другие великие могущественные божества позор не оскверненному грехом дерзкому бесстыдному и с жестокосердному о всевышний господь только из своей волы смею я помышляю о том чтобы стать твоим слугой ведь об этом не дерзает мечтает ни брама ни шива ни четыре кумара не другие великие могущественные божества чьи яму начале арея кришна джай бахти рак шахстарды в госвай махарашки джай я ощущаю про на протоке джай продолжим читать читание джай нитянам джай двайтачандраджая гуру бахтаврин джай так мы читаем продолжаем читать 61 объяснение стиха от марама и тут мы читаем сейчас наставление господочитания саната негасвами ты должен описать необходимую квалификацию для получения мантры совершенства повторения мантры и обряды очищающие мантры также объяснить как следует получать посвящение выполнять утренние обязанности помнить о верховном господи поддерживать чистоту ополаскивать рот и окроплять водой другие части тела есть обряд шотхана процедура очищающие мантру однако для мантры с именем кришны необходимости проведения таких обрядов нет мантры с именем кришна настолько могущественно что никакой шотхане для очищающего обряде не может быть и речи один же уже говорилось в пятнадцатой главе матхелила в стихе 108 вкратце если человек получает посвящение согласно панчератрика витхи значит он уже достиг положения брамана это подтверждается в харибах тиви вася это кончана там я тебе как всем раса витхана того подходишь и ханина джиджи джиджи там джай тенри нам подобно тому как колокольный сплав обработанный ртутью превращается в золото ученик получивший посвящение от истинного гуру немедленно вы достигает положение брамана выбор времени для посвящения зависит от гуру если человек встречает истинного гуру случайно или вследствие сознательных поступков он должен немедленно воспользоваться возможностью получить посвящение книги татва сага рассказано дурабхи сатгуру нам чо сокрыт санга у пасхиты татануджна яда лабдга садикша савасаро махан граммивая диваране экшет три ваде васениши айчхати гуру дайвад яд хадикша тат ажная яда я вечки тададикша гуру ажна на руку патаха на киртхам на вратам химу нас на нам на джапа крия дикша я каранам кенту свечка пробки туса дурал если по счастливой случайности человек встретиться от гуру то неважно где-то случилось храме или в лесу если сад гуру истинный духовный учитель согласен следует немедленно получить от него посвящения не дожидаясь подходящего времени и не ища подходящего места относительно протагас мрити памятования господи рано утром есть следующее предписание предрассветный час называемый брама мухуртой следует встать с постели тут же произнести мантру харе кришна или хотя бы кришна 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 так человек будет помнить о кришне необходимо также пропеть несколько шлок или молитв благодаря этому человек тут же освещается и становится неподверженным материальным влиянием на самом деле надо повторять святое имя и помнить о господи кришне постоянно круглые сутки или столько сколько можно только мы забываем о кришне мы сразу начинаем оскверняться поэтому так важно всегда помнить о господи никогда не забывать здесь очень и важные наставления даны по поводу того как начинать свой день во первых перед этим мы считали в том что нужно получить посвящение у истинного духовного учителя и на это не влияет время и место потому что господь он трансцендентен и все что связано с ним это трансцендентно поэтому если гуру согласен то нужно сразу же принимать посвящение не дожидаясь какого-то благоприятного времени или или места и утром утром как только утром ночью когда мы спим наш ум оскверняется различные сны видения могут быть и поэтому так важно сразу же проснуться вспомнить о господи прочитать мантру совершить какие-то очистительные процедуры особенно воспевание святого имени смарт-авиас это там вишнур и смарт-авиона джат учить сарви-витхени шедха-сюр это йор-эвакин караган кришна источник господа вишну следует всегда помнить о нем и не забывать и не забывать его ни при каких обстоятельствах все предписания и запреты упомянутых шастрах должны служить этим двум принципам это цитата из падма пураны из главы брехад сахасранама с татаром кришна источник господа вишну следует всегда помнить о нем и не забывать и не забывать его ни при каких обстоятельствах все предписания и запреты упомянутых шастрах должны служить этим двум принципам то есть всегда помнить о господи никогда не называть это самое главное что должно быть в нашей жизни слова про так ритья данном стихе читаем чередам рита означает что каждый день утром человек должен опорожнять кишечник а затем совершать омовение нужно прополоскать рот и горло от чем она а затем почистить зубы данто-дхвана либо специальными веточками либо зубной щеткой что окажется под рукой это очищает полость рта после этого надо совершить омовение домохозяева на по и в на прасхи должны совершать омовение дважды в день пратарма тхяна и основном вона прасхи грех греха стхая саняйте должны мыться трижды в день а для брамачаре достаточно омываться один раз в день если под рукой нет воды можно очиститься произнеся мантру харе кришна следует также соблюдать санхи вандану повторять мантру гайетри три раза в день утром в полдень и вечером дантадгвана снана сангяди вандана гору сева ургвапундара чакарадид арана должен рассказать каким образом каждое утро надо чистить зубы омываться возносить молитву господу и кланяться духовному учителю должен также объяснить как служить духовному учителю и как-то носить на тело в 12 местах ургвапундара тела и украшать тело святыми именами господа или его символами такими как диск и булава целая целые процедуры до . казалось бы но зубы нас научили с детства чистить но чистить свой ум не всех из нас учили поэтому санатного с вами в харибе бахте велась очень подробно описал все 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 ангели составляющие очистительных процедур течение дня и все это предназначено для того чтобы всегда помнить о господи никогда о нем не забывать гопи чандана маледрити туласи агарана вастрапитха гриха самскара кришна прабудхана затем опиши каким образом украшать тело гопи чанданой носить бусы собирать листья стуласи стирать одежду и мыть алтарь и свой дом отправляться в храм и звонить колокольчик чтобы привлечь внимание господа кришны затем опиши каким образом украшать тело гопи чанданой носить бусы собирать листья стуласи стирать одежду и мыть алтарь свой дом отправляться в храм и звонить колокольчик чтобы привлечь внимание господа кришны А пиши также поклонение Божеству, как предлагать Кришне пищу по меньшей мере пять раз в день и в должное время класть его спать. Объясни также, как проводить арати и поклоняться Господу в соответствии со списком из пяти, шестнадцати или пятидесяти упачаров. Упачарь это означает составляющие. Комментарии. Пять предметов для поклонения Божеству это очень хорошее ароматическое масло, красивые свежие цветы, благовония, лампадка и какая-нибудь пища. При поклонении в соответствии с Шудашапачарой, списком из шестнадцати упачаров, составляющих, следует подготовить сиденье асана, пригласить Кришну сесть, предложить архию, омыть Божеству ноги водой, омыть Божеству рот, приложить матху парка, предложить воду для полоскания рта, искупать Господа, нарядить Божество в одежде, надеть на Господа украшения, предложить ароматическое масло, преподнести цветок с приятным запахом, например, розу или цветок чампаки, предложить благовоние, предложить лампадку, накормить Божество вкусной пищей и вознести Божеству молитвы. В Харибахте Виласе подробно описывается, что необходимо для поклонения Божеству. Там перечисляются шестьдесят четыре упачара. Поклонение в храме должно быть пышным. Все шестьдесят четыре элемента поклонения должны присутствовать для удовольствия Личности Бога. Бывает, что следовать всем этим правилам невозможно, но, по крайней мере, в день установления Божества необходимо провести церемонию в соответствии со списком из шестьдесят четырех упачаров. Когда Господь вошел в Божество, такое полноценное поклонение следует поддерживать настолько долго, насколько это возможно. Вот список этих шестьдесят четырех упачаров. Перед входом в храмовое помещение нужно подвесить большой колокол, чтобы каждый входящий звонил в него. Это называется прабодхана, вручение себя Господу в смиренном состоянии духа. Это пункт первый. Далее. Звоня в колокол, приходящий к Борису должен воскликнуть «Джая Ширадха Говинда» или «Джая Шиширада Мадова». Главное произнести слово «Джая». Водя нужно тут же почтить Господа, упав на пол, как палка. В храме должно регулярно на полтора часа до рассвета проводиться мангал Арати. Перед алтарем должно быть сидение асана. Асана предназначена для духовного учителя. Ученик приносит все духовному учителю, а духовный учитель передает это верховной личности Бога. Считается, что после мангал Арати божество чистит зубы специальной веточкой, следовательно, надо предложить ему такую веточку. Божеству надо предложить воду для омовения ног. Затем надо поднести Архью. Надо предложить воду для Ачамана. После этого надо предложить небольшой сосуд с матхупаркой, смесью из меда, небольшого количества топленого масла, воды, сахара, йогурта и молока. Это называется матхупарка Ачамана. Надо поставить перед Господом деревянные сандалии. Нужно помассировать тело Господа. Нужно сделать Господу массаж с маслом. Мягкой влажной губкой надо удалить остатки масла с тела Господа. Нужно искупать Господа водой, в которой некоторое время вымачивались ароматные цветы. Омыв Господа водой, нужно омыть его молоком. Затем нужно омыть его йогуртом. затем нужно мыть его топленым маслом затем нужно мыть его медом затем надо мыть его водой растворенными в ней сахаром затем нужно мыть господа водой повторяя при этом следующую мантру чинта мани пракара садмасу кал паврикша акшавритешу сурабхир апхипа ваян там ваш мисаха срашата сам брамасе яманам говиндам адипурушам тамахам баджами после этого нужно обтереть тело господа насухо полотенцем нужно рядить господа в свежей одежды следует надеть на него священный шнур нужно предложить ему воду для полоскания рта чиман нужно нанести на тело господа масла с приятным запахом такие как пасты из сандалового дерева следует надеть на него всевозможные украшения и короны затем нужно поднести ему цветы и цветочные гирлянды нужно воскурить благовония нужно предложить лампады нужно принять все меры чтобы демоны и атеисты не нанесли тело в господа вреда бреда нужно поставить перед господом разнообразные блюда нужно дать господу специи для освежения рта нужно поднести ему орехи бетеля в должное время следует подготовить все для отдыха господа следует расчесать и украсить волосы господа нужно предложить господу лучшие одежды нужно надеть на него корону нужно надушить одежду одежды божества следует предлагать камни к уступкой другие украшения следует предлагать разнообразные цветы нужно провести еще одну церемонию мангал арати надо поднести зеркало чтобы божество посмотрелось него господа нужно отнести на алтарь в красивом паланки не господа надо усадить на трон снова предложить воду для омовения ног снова покормить господа предложить вечерние арати амахиве господа чемара и над его головой держать зонтик петь мантру харе кришна и это одобренные а чарами песни играет на него на музыкальных инструмент для него на музыкальных инструментах танцевать перед божеством затем нужно обойти вокруг божества снова поклониться божеству вознести ему молитвы и продекламировать мантры после вот подле лотосных стоп господа коснуться головой лотосных стоп божества может быть для всех это невозможно по крайней мере пуджаре должен это делать приложить к своей голове цветы предложенные господа накануне пощить остатки пищи господа сесть перед божеством представить себе что массируешь ноги господа украсить постель господа цветами перед тем как он отправится ко сну подать господу руку отнести божество к его постели омыть господу ноги и усадить его на постель уложить господа в постель и помассировать ему стопы арати нужно предлагать господу пять раз в день перед рассветом поздним утром в полдень ранним вечером и поздним вечером это значит что необходимо проводить обряд поклонения и менять одежды и цветы что касается кормления господа то все блюда должны быть самыми лучшими следует кормить божество рисом высшего сорта супами из дала фруктами сладким рисом овощными блюдами и разной другой пищи которые можно сосать пить или жевать все блюда которые предлагают божеству должны быть наилучшего качества европе и америке сейчас сейчас нет проблем с деньгами люди не бедствуют если они согласятся поклоняться божеству в соответствии с этими правилами то смогут совершенствоваться в духовной жизни что касается сна господа то если божество большое тяжелое перемещать его каждый невозможно в этом случае советует советуется укладывать на отдых маленькое божество которому поклоняются наряду с основным при этом следует произносить такую мантру агачка шаяна с ханам проявки саха кешава у кешава милостиво опустить на свои ложи вместе сошли матерью дхарани божество следует укладывать в пастель вместе сошли матерью дхарани это делают переносять деревянные сандалия с божество подносит кувшин молока с сахаром ответов топленого молока божество опускаются на ложе и в этот момент ему нужно дать орехи бетеля и специи для освежения рта арея кришна вот так много всего мы должны по идее делать но из-за того что наша квалификация очень низкая для всех этих действий во время поклонения поэтому наши учителя дали нам какой-то такой облегченный очень облегченный стандарт и мы пытаемся делать то что мы можем делать поэтому ходе бы хотя бы делать то что то что мы можем каждый в своем доме может что-то делать каждый может что-то читать каждый может предложить благовония каждый может читать мантру вот на этом и закончим сегодняшнюю программу рей кришна а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok 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 Дима Тorzok